Москва, 13 мая, РИА новости. Астанинский процесс по Сирии, очередной раунд которого пройдет 14-15 мая, должен способствовать восстановлению культурно-исторического наследия и развитию экономики САР, считает зам предкомитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водоладский. Ранний МИД Казахстана сообщил, что все стороны астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в новом раунде переговоров. Самое главное, это создание содействия в восстановлении культурно-исторического наследия, которое было разрушено в ходе боевых действий со стороны террористов, и поддержка развития экономики Сирии для того, чтобы народ быстрее приступил к мирной жизни, сказал РИА новости Водоладский, отвечая на вопрос, каковы его ожидания от Астана. Парламентарий добавил, что от этого процесса Россия и Сирия ждут конкретных решений по прекращению боевых действий на территории САР и вывода войск, которые оккупировали часть республики. Российская сторона и народ Сирии ждут конкретных решений по прекращению боевых действий, и самое главное, вывод с территории Сирии всех находящихся там военных формирований США и Европейской коалиции, и все других, которые просто оккупировали часть территории Сирии, отметил депутат. По мнению Водоладского, важно, что страны собираются и будут обсуждать сирийский вопрос. Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. По оценке ООН, число жертв боевых действий в стране может насчитывать от 300 тысяч до полумиллиона человек. Урегулирование обсуждается на площадках Австрии и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Развитие ситуации, в спецпроекте РИА Новости Война в Сирии скачать видео скопировать ссылку получить код РИА Новости, иллюстрация РИА Новости перейти в фотобанк Сириады после начала боевых действий. Продолжение следует...